Парни, всем привет! Девчонкам тоже привет! Данное видео я буду снимать сам, так как наш дорогой оператор, она же моя жена, буквально несколько дней назад на ровном месте сломала себе ногу. Просто переходил с одного магазина в другой, подвернул ногу, оступился, в итоге перелом. Сейчас она находится дома с гипсом, поэтому буду справляться сам. Всем тем, кому несложно, поддержите ее, пожалуйста, добрым словом. Она всегда читает ваши комментарии. Я надеюсь, ей будет приятно, и она быстрее выздоровеет. Ну а мы начинаем! Сегодня мы будем с вами говорить про Audi A4 и в целом модельный ряд Audi, а также мы обсудим ценообразование компании. Так как забегая наперед, хочу сказать вам сразу, на автомобиле делают бешеные скидки. Ну просто-напросто огромные скидки. Даже по телефону вы можете прямо сейчас позвонить и выбить на любую машину 300-400 тысяч, не выходя из дома. Придя в салон, вы можете добиться скидок в миллион рублей и более. Это не шутки, но обо всем по порядку. В кадре у нас автомобиль 2015 года выпуска. Данный кузов имеет марку B8. Выпускался с 2011 по 2015 год. В 2015 году в сентябре вышла рестайлинговая версия. Как заверяет сама Audi, автомобиль полностью новый, но мы его специально не снимаем, так как на нем откатались буквально 15 месяцев владельцы. И поэтому честных отзывов, полных отзывов найти сложно. А вот про эту модель их найти очень даже легко. Касаемо внешнего вида автомобиля. Ну, здесь однозначно можно сказать, что машина красивая. Многим она нравится. Эта машина статусная. Она с одной стороны сдержанная по дизайну, но в тот же момент она действительно красивая, она спортивная. То есть в ней есть некая такая агрессия. Хотя весь модельный ряд Audi начинается А3, седаны А4, А6, они в принципе все похожи, только различают по размеру. В нашем случае идет комплектация 1.8 Multitronic. Мы имеем биксеноновые фары, диодные ходовки, противотуманка у нас идет галогеновая, цвет у нас белый перламутр. Ну, давайте сразу откроем капот и посмотрим, что мы имеем. Наш двигатель имеет 170 лошадиных сил, 1.8 объем, подчеркиваю, турбина есть. И здесь стоит вариатор. Отмечу, что вес автомобиля 1 тонна 470 килограмм. Вот при этом весе двигатель в паре с коробкой, в принципе, выдает хороший результат. Разгоняется машина до 100, ну, заявленной производителем, 8,3 секунды. Что на сегодняшний день, в принципе, отлично. Расход у автомобиля, ну, смотрите, в городе, в городе, вот данный автомобиль есть примерно 9 литров. Подчеркну сразу, вы не сравниваете, вот, если у вас расход больше, у всех города разные, у всех разная интенсивность движения, все по-разному ездят. Поэтому у вас она может быть и больше 10, но и встречаются отзывы у людей, где расход меньше 9 литров. Так как машина оборудована турбиной, если ты человек, который хочет купить этот автомобиль на вторичном рынке, для тебя это должно быть очень важно. Нарекания есть на работу, очень часто она ломается. Когда автомобиль новый, это, конечно же, делают по гарантии. Так как у нас идет вариатор, на него тоже есть нарекания. На что жалуются люди именно с вариатором? То, что коробка просто-напросто тупит. Нажимаешь педаль в пол, есть задержка, и она только потом начинает ехать. Рассказывают о том, что если долго ехать, например, вперед, останавливаешься, включаешь заднюю скорость, ну, какие-то, знаете, не очень приятные ощущения, когда едешь назад. То есть машина идет с задержкой, то есть одну-две секунды буквально она стоит, только потом она начинает ехать. При дирке это или нет, если вы являетесь владельцем, напишите, сталкивались ли вы с такой ситуацией. Сам же двигатель зарекомендовал себя как пожиратель масла. Это очень часто встречается, даже уже на 30 тысячах километров у людей бывает начинается масложор. Подчеркиваю, это не у всех, но такие отзывы есть. Максимально крутящий момент у двигателя 320 ньютон-метров. Двигатель у нас идет рядный, четырехцилиндровый, имеет четыре клапана цилиндр. Конечно же, имеет непосредственный впрыск. Ну, а на этом здесь больше говорить вам нечего. Основное, что вам нужно узнать, то, что турбина, могут быть косяки, ну и проблемы с вариатором. У нас идет газоупорный держатель. И идем дальше. Наш автомобиль идет немецкой сборки. У автомобиля пробег 40 тысяч километров. Касаемо лакокрасочного покрытия. Сколы есть. Сколы есть как на капоте, в самых таких опасных местах, ну вот в передней части. Сколы есть у нас на дверях. Я машину помыл только что, но погода сегодня не самая лучшая. Поэтому немного грязно. Зеркала у нас с повторителем. Сама машина сбоку, спереди, сзади смотрится очень гармонично. Ну, согласитесь, смотрите, белая на белом стоит. Ну, конфетка. Габариты кузова вы видите сейчас на экране. Машина относительно большая. Что касаемо подвески автомобиля. Ну, первое. Обратите внимание, что диски у нас идут 17-е. Это с завода изначально они идут. Подвеска что передняя, что задняя, идет типа Макферсона, многорычажная. Но настроена подвеска на самом деле на баланс. В городе машина на 17-х дисках действительно очень мягкая. Вот проезжать железнодорожные переезды, проезжать трамвайные пути, лежачие полицейские удовольствия. Серьезно говорю, на 17-х дисках это чувствуется. Но в автомобиль без проблем можно воткнуть 18-е, 19-е диски с низкопрофильной резиной. Но делать это нужно тем, у кого есть в городе такие же хорошие дороги. Если у вас разбитые дороги, то не нужно думать о том, что вот 17-е диски, все, сейчас вот все будет классно. По ямам проедешь, будет жестко, ребята. Будет пробивать подвеску, это я вам 100% говорю. Да и любой владелец вам это подтвердит. Клиренс автомобиля в нашем случае 150 миллиметров. Есть так называемый пакет плохих дорог, где клиренс автомобиля будет 160 миллиметров. Но также вы можете поставить спортивную подвеску. Там он будет 130 миллиметров. Но это совсем низенькая машина, это скорее всего, так скажем, машина выходного дня. Тормоза у нас тут передние дисковые, вентилируемые. Задние просто дисковые. Ничего особенного, все то же самое, как у большинства автомобилей современных, которые стоят чуть больше миллиона рублей. Наша комплектация оснащена бесключевым доступом. Ну, о самой напичканности машины мы поговорим внутри интерьера. Потихонечку давайте посмотрим, как она выглядит сзади. Трубы у нас двойные. Было бы, конечно, симпатичнее, если бы они были бы одна с одной стороны, другая с другой. Ну, так бы по-спортивней смотрелось бы. Такое есть, но это более в дорогих комплектациях типа РС. Парктроники задние. Багажник. У нас оборудован электроприводом. Кнопочку нажали. Открылся также из салона. 480 литров настоящего пространства. Подчеркиваю, вот эти все вещи спрятаны в кожухе. Положил, закрыл. Ничего никуда не упрется. В некоторых автомобилях это открыто, как вы знаете. По качеству отделки все вещи затянуты. Ничего не... Ну, люфт есть, но в пределах разумного. Давайте посмотрим, каково сидеть сзади пассажиру. Сам я себя снимать здесь не буду. Я ростом 1,85 метра. Если я сяду, вот сейчас на это сидение, мне будет относительно удобно. То есть, я сяду, сядусь, но куда-нибудь на пару тысяч километров, я думаю, и я выдержу. Но человек взрослый, которого, знаете, бывает там спина затекает, еще что-то, ему, конечно, будет дискомфортно. Вот, хочу на что внимание обратить. Подлокотник. Видите? Уже есть сразу шнурочек. Это очень удобно, парни. Почему я про это всегда говорю? Вот опускаешь подлокотник, да, он не люфтит, он стоит ровно. Ты сел, тебе будет сидеть так гораздо комфортнее, нежели когда у тебя рука вниз опускается. Так же, вот ты о себе думаешь, да, вот ты мужик, ты-то себе ногти стрижешь. А вот жена твоя сядет назад с ребенком вот так же сядет, она сделала красивый маникюр. Если вот этого не будет, да, пальчик подсунул, потянул, она полезет туда. Ой, если ноготь сломала, ну зачем это надо? Вот вопрос решается просто хвостиком и все. Сиденья у нас раскладываются. Ровный пол, конечно, не образует, но тем не менее, какой-то крупногабаритный груз, например, шкафчик ты себе в Икеа купил там или еще где-то в каком-нибудь более крутом магазине, привез себе домой. Удобно, можно сделать. Для задних пассажиров у нас есть USB-зарядка, некая ниша там для телефона, скажем так, третьему пассажиру здесь будет сидеть неудобно, так как у нас идет большой такой относительно туннель. Вставочки у нас деревянные, это дерево, электростеклоподъемник полный. Ну, по сборке придраться не к чему, на улице минус 6, ничего не скрипит. На самом деле, все хорошо так подтянуто, затянуто. Бак у нас 63 литра, машина ест 95-й бензин. Двери тяжелые, не хлипкие, хлипким их далеко не назовешь, уплотнители все тоже нормально сделаны, то есть никакая там, знаете, такая резиночка еле натянута, все продумано, подтянуто, ничего не болтается, не торчит нигде. И также подчеркну, что спереди качество отделки не хромает, я доволен, пластик. Ну, скрипов нет, самое главное, вот сейчас вот на улице минус 6, как говорю, но самое главное для меня, как, наверное, для любого водителя, скрипов в автомобиле нету. Сейчас мы будем в автомобиль садиться, посмотрим сначала интерьер, а после чего, перед тест-драйвом, я вам расскажу про цены на такие автомобили. Ну, например, даже вот на эту комплектацию, что можно выбить. Дверь открывается относительно широко, садиться в машину удобно, обратите внимание на качество кожи. Вот 40 тысяч пробег, да, у машины, здесь ничего не потрескано, здесь ничего не потрескано, вот здесь вот, да, замятие есть. Оценивайте сами, даже комментировать не буду, нормально, ненормально, это немец, все, вот, такого рода сиденья, вот чуть-чуть, как бы такой небольшой пузырек есть, ну, как есть, так и показываю. Вот, вот на кнопку, нажал, все, открылся багажник. У нас, ну, все как обычно, ничего нового нет, прям, что-то кардинально, такого интересного. Управление светом, руль. Ну, пойдемте в машину, сейчас будем присаживаться. Сейчас мы в автомобиле, приоткрыло окошко, специально, чтобы получше все было видно, а то мы немного притонированы. Давайте кратко пробежим, вы наверняка все знаете этот салон автомобиля, все его видели. Здесь у нас пластик, я не знаю, некоторые говорят, знаешь, дубовый, другие говорят мягкий. Для меня самое главное, чтобы он не скрипел, потому что я никогда не езжу, не трогаю в своем автомобиле пластик постоянно. Главное, сел, скрипов нет, отлично. Дисплей маленький, опускаемся. Здесь у нас идет управление мультимедией, ниже у нас идет управление климат-контролем, все электроприключения скоростей, удобный, ничего не скрипит, имеет у нас несколько режимов. Обычный D, есть режим спорт, кнопка завести автомобиль, заглушить, электронный стояночный тормоз. Все симпатично сделано, есть вот некоторые вопросы, например, такие, знаешь, по мелочи, вот постаканник один есть, то есть я себе кофе поставлю, будет пассажир рядом, он себе не поставит, потому что соседняя, она больно маленькая получается. Подлокотник у нас удобный, его можно сдвинуть вперед, можно подвинуть назад, сам по себе небольшой, но положи туда вещи какие-то, помелось там, документы, еще что-то можно. Бардачок не люфтит, не ходит, то есть вот если вверх-вниз, вот толкать влево-вправо, ну шумов не будет. Поднимаемся выше, свет, потолок показываю, да, все затянуто. То есть вот нажимаешь, вот если его водить, ну не лифтит, не ходит, нормально. Сам салон автомобиля я бы не назвал прям супер просторным, все близко находится, руку протянул, достал. Эргономичность, ставлю оценку 5, вот так смотришь на кнопки, казалось бы, так много кнопок, но через неделю ты уже их будешь все знать наизусть, а через месяц ты вообще закрытыми глазами сможешь нажимать, управлять автомобилем. То есть к этому претензий никаких нету. А сейчас вопрос цены. На этой неделе я обзвонил порядка 5 официальных дилеров, по Москве их всего 14. Большая конкуренция, машины есть у всех, торгуются, выбивать скидки можно запросто. Я звонил и всем ставил одни и те же условия в основном. Это 1,4, обязательно робот, то есть не механика, чтобы 100% была кожа, обязательно была камера заднего вида. Ну и собственно по салону были какие-то ништяки в виде там различных функций. Пусть дилер предложит сам. Фары, оптика, обязательно либо Bixenon, либо LED-огни, ну диодная оптика. Ценник изначально на такую комплектацию уже выходит в районе 2 миллионов 400 тысяч рублей. Но сразу уже по телефону мне дают скидку в 300-400 тысяч. То есть мне человек говорит, да, в 2 миллиона мы можем уложиться. Ролик снимаю на протяжении недели, поэтому прошу вас отнестись к этому с пониманием. То день, то ночь, что в офисе. В общем, звоним официальному дилеру, Артему, менеджеру, с которым я общался ранее. Буду вести себя как заинтересовавшийся клиент очень выгодным предложением. Вот номер. Поехали. Моя продажа, Артем, добрый вечер. Алло, Артем, добрый вечер. Артем, мы сегодня с тобой днем созванивались по поводу автомобиля Аудио А4. Я звонил. Да, я слышал. Подскажи, пожалуйста, ты можешь поподробнее сориентировать по комплектации автомобиля? Просто предложение на самом деле очень заманчивое. С условием скидки. Вот примерно цена, можем рассчитывать. Если с трейдином, ну в 2 миллиона я смогу правильно уложиться. Если это будет 1,4 и S-троник. Не механика, а вот. Можно будет сделать, да. Так, а что будет? Купритация на самом деле, сейчас, можно сказать, какая точно будет уж. Машина то, она не одна есть. Надо подбирать, смотреть. Ну эта машина уже в наличии есть, правильно? То есть будем выбирать из того, что есть? То есть точно, точно, точно будет кожа, точно будут там, скорее всего, бексинон будет, может быть даже LED фара. Точно будет автомат. Вот. Дальше там надо смотреть. То есть может быть трехзонный климат, может быть однозонный. Там этогоまだ перенесение может быть, может не быть. в общем я понял который можно сделать до 2 есть машина который чуть выше 2 то есть там я понял так на скупятый скупятый что есть купят и 23 лошадей отлайн она не еще есть какие-то же скидки хорошие на нем сейчас будет замена модели они уже снято производства машина который нынешнее поколение часто то что есть у нас и остатки продаем но вы распродаете с хорошими скидками или как бы на них спрос есть и поэтому как есть такие скидки все вместе и так и так но она купят и что можно получить какое хорошее предложение 1200 можно скинуть ну там на самом деле можно даже больше там максимально думали 4500 даже можно подводим итог разговора с комплектация на audi a4 который стоит 2 с половиной миллиона и выше запросто можно сбить цену в 300 в 400 я думаю парни в 500 тысяч даже можно сбить главное чтоб чем жирнее комплектация тем выше скидка то же самое как вы видите происходит с audi q5 я обзванивал многих людей многих дилеров по телефону все эти разговоры заходят примерно на 10-15 минут просто обсудить автомобиль ну сами понимаете к человеку нужно войти в доверие у менеджера надо спросить как дела хочешь ли ты еще одну хочешь ли ты еще продавать одну audi a4 в этом месяце чтобы выйти с ним на один уровень вот тем кто не верит то что можно выбивать скидки в 400 тысяч рублей предлагаю следующее условие давайте так я вам за 50 тысяч рублей выбью любую скидку not в этом диапазоне пишите в личные сообщения но вот эти вот комментарии типа а ты не показал ты не доказал ты позвонил только к одному дилеру позвоните сами просто позвоните с вами пообщайтесь на какие то то что очень хочется машина на денег примерно 2 миллиона очень удобные предложения есть по системе трейдин то есть и коздаешь машину тебе уже 100 тысяч идет автоматом скидка этот компании audi самое главное то что может знать абсолютно любой автомобильный тот которым ты сейчас владеешь покупаешься машину который не больше десяти лет ты можешь предать это может быть даже русская машина и она у тебя тоже пред по этой программе один момент ты машины должен владеть более года ну точнее не менее года помните человек который продал toyota camry про который я снимал видео где было очень много там различных комментариев в итоге он ее продал приехал к официальному дилеру audi заходит начал смотреть audi a6 изначально так комплектация которая ему понравилась она вышла в 3 миллиона 500 тысяч рублей когда он уходил из салона цена была 2 миллиона 300 тысяч рублей 2 миллиона 300 тысяч рублей представляете просто скидка огромнейшая кто не понимает откуда берутся такие скидки вот эти кольца дорогой мой друг это бренд машина считается статусная ты почитай просто сам отзывы людей кто их покупает audi audi почему audi ну премиальный бренд ты приезжаешь на машине она уже как-то дает понять то что у тебя есть деньги даже вот такой-то автомобиль в потоке увидишь то что ты видишь он свеженький да новая машина от означает то что едет рядом с тобой 2 миллиона это как минимум поэтому все машины которые вы смотрите у них на сайте процентов 20 в лучшем случае 25 вы можете выторговать при вашем желании умеешь торговаться все у тебя получится если вы знаете бывают люди такие которые приходят салон здрасте а вот можно подешевле то ну да вот на 20 тысяч скинем ну а еще ну а что вам же скинули и все они разворачиваются ну все либо покупают либо уходит потому что не хватает денег ну а мы с вами отправляемся на тест-драйв поехали сейчас мы едем 40 километров чуть-чуть поддаю газку вот интересно чуть-чуть газку даешь машина сразу бежать начинает не нужно знаешь давить в пол двигатель тихий сдаешь слегка газу его не слышно от шипов вот от арок вообще сумму нет тут на самом деле 80 километров едем шума нету рядом проезжающих автомобилей тоже в основном шума нет это подчеркиваю с условием того я выключил музыку и печка у меня вот так слегка слегка работает если же ездить в обычном режиме с радио будет еще комфортно подвеска автомобиля хорошо настроены хорошо сбалансировано в городе ты едешь тебе комфортно в тот же самый момент если ты вышел на трассу летний день сухо и тебя есть желание побыстрее доехать но такое же бывает и прям тапочку в палас едешь с комфортом электроусилители руля чуткий руль лево-право при перестроении машина ведет себя адекват едем 40 газку в пол задержка есть но вот сейчас не самая лучшая погода машина даже слегка прошлифовывается проезжаем стык комфортно едем дальше ну вот такая у нас сейчас погодка на дороге лежачий полицейский 40 км нет цоканье наш передней подвески такая такой цоканье может быть на бмв 3 серии либо на других автомобилей но не буду их всех называть тот же год тормоза хорошие схватывают отлично обзорность тоже хорошая машина сейчас чистая кидаешь взгляды по зеркалам все очень хорошо видно люди писали что на трассе попасть какую-то такую ямку сильную дали какую-то колею влететь ту машину наш может даже отшвырнуть куда-то в сторону но я думаю это больше пишут трусы либо те люди которые едут по откровенно убитой дороге но едут по ней очень быстро и хотят но раз у меня ауди то она должна на дороге стать как вкопанная не вся такое бывает целом от данного автомобиля положительные эмоции за исключением того что у нее есть минусы с коробкой с турбиной то что масло может жрать и то что если не дай бог после гарантии с ней что-то случится это влетит в хорошую копеечку мы вернулись с вами туда откуда приехали чтобы подвести итог этого видео значит смотрите в 2015 год 40 тысяч пробег автомобилю в данной комплектации на вторичном рынке машины сейчас стоит примерно 1 миллион двести тысяч рублей что хвалят люди в данном автомобиле ну конечно же это динамичность автомобиля его управляемость многим нравится расход топлива дизайн это очень важно для покупателей все кто ее берут всегда отмечают то что машина очень красивая на что жалуются владельцы данных автомобилей то что сегодня audi нельзя назвать надежным автомобилем нет такого как было раньше когда была audi 80 audi 100 купил машину ездишь не напрягаешься сейчас все отмечают что буквально запрограммировано после первой сотни начинаются сюрпризы начинаются некие поломки я не хочу сказать то что 100000 а и один километр и все привет тем не менее если у тебя финансы не поют романсы и когда у тебя подходит этот период гарантийный то что все она кончается гарантии делает рейден не рискуй не надо если ты все же очень сильно хочешь купить его на вторичке обязательно все проверяй смотри сам не умеешь подписывайся на канал мы обязательно снимем про это в ближайшее время видео как купить бэушный автомобиль на этом у меня все я надеюсь данное видео вам понравилось заказал уже стабилизатор для камеры чтобы картинка была плавнее не было этой тряски пишите ваше мнение всех приглашаю в комментарии если что-то сказал неправильно поправьте напишите есть что вы сказать давайте приглашаю всех в обсуждение подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канала до выходит только анонсы новых автомобилей потому что что следующее будем снимать даже я не знаю всегда для меня это подарок как бы машины понимаете есть есть что снять но нужно себя подгадывать время вот сейчас время два часа дня уже через два часа будет темно будний день сейчас обед вместо обеда еду снимать на этом все парни всем спасибо за просмотр всем спасибо за поддержку за конструктивную критику всем пока пока